Продукты питания и не только, а также цены на них в Крыму. Об этом всем интересно знать, будет ли подорожание или наоборот же цены снизятся. И более подробно нам об этом расскажет гость Виктор Реутов, директор Института экономики и управления Крымского федерального университета. Имени Вернадского, доброе утро. Доброе утро, спасибо, очень приятно видеть вас в нашей студии. Ну и самый главный и первый вопрос, ожидается ли снижение цен на полуострове на продукты? Ну, можно сказать, что впереди у нас лето, это большой оптимизм для всех нас. Летом у нас всегда цены на продукты немножечко снижаются, в отличие от зимы. Не может быть. Все думают, наоборот, повышаются, а они, оказывается, снижаются. Ну, сезонные продукты, понятное дело. Но с другой стороны, посмотрим, а вообще цены на продукты, настолько ли они высоки, как нам кажется, в сравнении, допустим, с нашими средними заработными платами, либо в сравнении с другими регионами Крыма. Мы можем посмотреть, что вот динамика цен в Крыму, в принципе, на продукты, рост цен замедлился. Если посмотреть на протяжении трех последних лет, то от 11% примерно в 2017 году, в 2019 году у нас средние темпы роста были на уровне 2,4% роста. Можно сказать, что это позитив. С другой стороны, если мы посмотрим, а на какие конкретно продукты, сколько стоит, допустим, масло сливочное, ну, это же просто у нас практически на 40% выше, чем в соседнем Краснодарском крае, там больше 600, 60 рублей за килограмм. И вот, кстати, о Краснодарском крае я и хотел спросить, потому что многие крымчане все-таки проецируют нашу ценовую политику именно на Краснодарскую. И, как правило, там цены ниже. С чем это связано? Давайте посмотрим, а на что вообще цены выше у нас, а на что ниже? То, что у нас производится в достаточном количестве, то, что Крым обеспечивает себя полностью, а это зерно, хлеб, мука, допустим, мясо птицы, в этом, по этим продуктам питания, допустим, у нас цены такие же, как в Краснодарском крае. А то, что мы обеспечить в достаточном количестве сами себя не можем, это на молочную продукцию, например, то мы и видим такое, ну, значительное отличие, рост в сравнении с тем же Краснодарским краем. Но я думаю, что тут можно пойти двумя путями. Первый путь – усиление конкуренции, и второй путь – это увеличение собственного производства. Но у нас в Крыму это довольно проблематично сделать по всем товарным группам, ввиду того, что, например, молочная продукция. Чтобы увеличить производство молока, нам нужно увеличить количество коров. Чтобы увеличить количество коров, нам нужно увеличить кормовую базу нашу, крымскую. А увеличить кормовую базу нам очень сложно, ввиду определенных обстоятельств, связанных с водой, обеспеченностью Крыма водой. Поэтому это гораздо глубже проблема, чем просто увеличение на сколько-то процентов производства. То есть я думаю, что здесь мы заложники в целом общей ситуации. Но все-таки положительная динамика, она будет, да? То есть снижение на некоторые продукты будут. Снижение на некоторые продукты будут. Да, но даже, я бы сказал так, замедление роста цен. Вот это наиболее вероятный сценарий. Но у нас и так уже в целом, если взять по всем товарам и услугам, мы проводили исследования по более 500 товарным позициям и по услугам Краснодарским краям, в целом у нас всего лишь где-то на 3-3,5% цены по вот этим товарным позициям выше. По продуктам питания более чем на 11% у нас превышение есть. Велики эти показатели или нет? Как это воспринимать правильно? Ну, с учетом того, что где-то принять во внимание то, что у нас средний уровень доходов на душу населения ниже, чем в Краснодарском крае, на те же 10%, а стоимость продуктов питания выше на 10%, ну, наверное, я так думаю, что эта ситуация ненормальна. Но из позитивного хочу сказать, что за последние 3 года системно вот этот показатель выравнивается, поднимается уровень доходов. Опять же, практически мы подошли, мы на втором месте по Южному федеральному округу по показателю уровень доходов на душу населения. И цены по сравнению, опять же, с Краснодарским краем у нас есть вот эта вот динамика позитивная. Скажите, раз уж мы об этом заговорили, стоит ли ожидать, что буквально по прошествии 2-3 лет, быть может, чуть большего срока, все-таки этот баланс будет более соблюдаться? Я думаю, что обязательно. Даже вот если посмотреть 4 года, 3-4 года назад, Крым был по уровню доходов где-то в седьмом, в конце седьмого десятка среди всех регионов России. Ничего себе. Да. Сейчас мы уже где-то в середине находимся. То есть темпы у нас очень хорошие заданы в этом вопросе. Другое дело, что может быть, в сравнении с ценами это не так ощутимо, но, опять же, динамика у нас есть позитивная. На месте не стоит. Но это не может не радовать. Скажите, вот есть такая информация, что в Красногвардейском районе будет построен оптово-распределительный центр. Правда ли это? И если этот центр будет, то сможет ли это повлиять на экономику Крыма, снизятся ли цены? Да, об этом Сергей Валерьевич говорил неоднократно о том, что это должно привести к снижению цен на продукты питания, поскольку, опять же, возвращаясь к тому, что я уже сказал, что конкуренция, она всегда приводит к определенному рыночному равновесию. Чем больше конкуренция, тем больше... То есть в данном случае, когда цены на доставку будут чуть-чуть ниже, соответственно, и предложение товаров будет чуть-чуть больше, опять же, мы приведем к тому, что темпы роста цен на продукты питания у нас замедлятся, а, соответственно, выровняются уже по сравнению с нашими соседними регионами. Однозначно, это только позитивный шаг. Так, а распределительный центр, для тех, кто сейчас не понимает, это, например, в Керчь столько-то поедет? Нет, но изначально, смотрите, там и грузовое сообщение, и мост сейчас крымский. То есть в Крыму ситуация такая, в Крым ввозится в 2-3 раза больше, чем вывозится из Крыма. Вот это проблемная ситуация, которая фактически нивелирует все преимущества от транспортного перехода, от снижения издержек на транспортировку товаров. То есть да, привозится в Крым, привезли много оптовой, вот это, ну что ли, база такая, глобальная оптовая база крымская, которая уже сможет и фактически, да, в Керчь туда. Распределять, да? Да, Джанкой, Феодосия, ну и в целом по Крыму. Другое дело, что какова доля издержек, транспортных издержек в себестоимости продукции? От 5, допустим, до 20%. Если мы посмотрим, ну, допустим, снижение издержек на 10%, то это приведет к снижению цены где-то от 0,5% до 1-2%. Заметим ли мы это, в принципе, вот полпроцента изменения цены в среднем? Наверное, это в масштабах конкретного человека не так существенно, но в масштабах экономики Крыма это уже позволит на ту же 1,1% например, увеличить валовый региональный продукт. А это уже динамика довольно хорошая. Виктор Евгеньевич, спасибо вам огромное за такие позитивные прогнозы, за такую полезную информацию. Но нашим телезрителям я хочу напомнить, что это утро вместе с нами встречал Виктор Реутов, директор Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернацкого. Ну, а наш эфир продолжается. Мы движемся дальше и прямо сейчас посмотрим новости интернета.